Продолжение следует... Архитектура, а она у нас стоит, между прочим, в названии курса. Это, пожалуй, самая сложная часть, потому что в курсе более длинном, который занимает не два месяца и не три, ну не два, как у нас с вами, у нас где-то часов 12 на изучение просто этого понятия. Вот. У нас с вами 12 часов на изучение понятия архитектуры нету, поэтому я попробую их запихать в два, ну а вы страдаете. Значит, упражнение номер раз. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили про алгоритмический полный формализм. Вот. Поскольку мы все-таки занимаемся, будем не формализмом, а совсем-совсем наоборот, такой сугубой практикой, давайте мы возьмем и попробуем применить принципы, если не фон Неймана, о котором мы говорили в прошлый раз, до чего-то похожего, к тому, чтобы превратить просто вычислитель в вычислитель, который умеет вычислять алгоритмы. Упражнение очень простое. Предположим, у нас есть калькулятор. Да, какой-то вот такой. Вот это у нас экранчик. Это у нас вот вывод пресловутый. Помните, я долго-долго томил вас и сказал, что нет, все-таки вот вывод должен быть у компьютера. Просто у фон Неймана было довольно странное представление о том, как этот вот вывод должен быть организован. Кстати сказать, это представление дожило до годов эдак 60-х, если не 70-х. Вам потом туда придется вернуться, когда я буду показывать экранчик. Значит, я еще видел компьютеры системы IBM 360, в которых в оперативной памяти самого компьютера хранились программы, исполняемые не процессором компьютера, а внешним устройством, так называемые канальные программы. То есть в той же самой памяти лежит какой-то бессмысленный с точки зрения вычислительной машины хлам, который пересылается на внешнее устройство с помощью специальных команд. И эти внешние устройства воспринимают этот хлам как программы для себя и сами их выполняют. Ну, такая, в общем, довольно причудливая архитектура. Да, значит, вот это у нас вывод на самом деле, потому что вот это у нас ввод. Вывод. А вот это у нас ввод. Ну, я надеюсь, что вы распознали вот в этой билиберде клавиатуру этого самого калькулятора. Значит, он состоит из цифр, цифры, цифры, арифметические операции, арифметические операции. Вот. Да. Вы вначале сказали, что мы определим архитектуру. Вы знаете, что это? Чтобы определить, что такое архитектура, надо сначала к этому подъехать. Смотрите, мы... Я не обещал, что прямо сейчас дам определение. Вот. Спасибо, что напомнили. Иногда бывает, что я увлекаюсь какой-нибудь новой идеей, я просто и забываю. Вот. Но в данном случае это все по плану. Вот, видите, там написано. Значит, для того, чтобы понять, что такое архитектура, нужно понять, а чего нам не хватает. Почему компьютер это не калькулятор? Вот мы сейчас будем из калькулятора делать компьютер. У нас есть цифровая клавиатура и арифметические операции. У нас есть окошечко для вывода. Это не компьютер. Почему? Что нам не хватает? Да. Я полагаю, памяти. Памяти. Правильно. Потому что мы говорим, когда мы говорим, что нам нужно... Да, действительно. Вот я предупреждал, что я умных вопросов не задаю, так что нечего стесняться отвечать на глупые. Да, спасибо большое. Значит, нам не хватает где-то у ей внутри, потому что это невозможно пронаблюдать снаружи. Нам не хватает оперативной памяти, оперативно запоминающего устройства. Окей. Что в этом устройстве будет храниться? Команды. Ну, для начала данные и команды. Значит, точно так же. Вот все то, что мы говорили. И это, кстати, все дополнение к обычному настольному калькулятору. Команды. Данные. Значит, чтобы команды хранились в оперативной памяти, помимо клавиатуры, вот этой, да, должно быть еще какое-то представление о том, как, ну, скажем, операцию сложения в этой самой памяти хранить. Да? Значит, вот что касается данных, калькулятор оперирует с числами, то как представлены данные в памяти калькулятора, мы себе примерно представляем. А вот как представлены команды, вообще говоря, не представляем совсем. Вот. Значит, вопрос представления команд. На самом деле, на самом деле вопрос представления данных тоже стоит, просто он не такой актуальный. Мы, как бы, довольно хорошо знаем про двоичное представление, и всякий дополнительный код. В курсе мы еще попробуем, если успеем посмотреть, как хранятся модели вещественных чисел, формат. Вот. То есть посмотреть точно посмотрим. Вопрос, насколько глубоко будем изучать. Вот. Окей. Значит, еще чего. Прямо по-вчерашнему. То есть не придумывай ничего сверху. Чего нам не хватает? Определили, что есть память. Определили, что в этой памяти могут храниться команды. Кодирование. Про кодирование мы немножко поговорили. Представление и кодирование – это синонимы в данном случае. Чтобы это выполнить. Да. Значит, теперь нам нужно определить какие-то правила, согласно которым эти команды выполняются. Раньше-то мы сами нажимали на кнопочки. А теперь нужно, видимо, дополнительные команды какие-то ввести. Например, начать выполнение. Например, закончить выполнение. Ну и так дальше. Да? Значит, управляющие команды. Команды. Теперь чуть-чуть больше внимания памяти. Как должна быть организована память? Обращаю ваше внимание, что на настольных калькуляторах иногда есть так называемая память. Но она на одну ячейку. Помните, там есть кнопочка M+. Положить вот это значение в память. А еще есть кнопочка M- и извлечь значение из памяти. Мне кажется, что маловато будет. Ваше предложение. Вот тут есть много разных вариантов. Нам не хватит... Значит, объем памяти. На одно значение, которое умещается в окошечке, или больше? Наверное, больше. Одного не хватит. Вот я гарантирую это. А если их там много, то как к ней обращаться, к этой памяти? Адреса. Значит, нам придется придумать адреса. Просто придумать, иначе мы не сможем написать что-то плюс что-то. Вот это вот что, а это что? Вот. Мы могли бы вместо адресов использовать, например, имена. набирать их там на дополнительной клавиатуре и говорить, что вот у нас есть переменная А, переменная Б. Тоже вариант. Только более сложный. Старт, стоп. Ну, кнопка старта. Старт. И команда остановок. А вот не факт. С выводом... Стоится следующее. Смотрите, когда мы работаем с обычным калькулятором, у нас всегда есть какой-то вот здесь вот в окошке вывод. Мы совершили операцию. Эта операция, результат этой операции находится здесь. Если мы вводим понятие адресуемая память, мы, скорее всего, можем захотеть выводить не то, что является результатом последней операции. Правильно, правильно. Мы это упустили. Совершенно справедливо. Нужно еще определить последовательность выполнения команд. Просто вот, если честно, у меня есть старый калькулятор, я не помню то, что на нем есть такая функция, он сразу будет после того, как ты вел какую-то операцию. Нет, послушай, послушай. Он будет до тех пор по хораму не нажать. Значит, насколько я помню, когда я когда-то общался с программированием микрокалькулятором, там просто было отдельное специальное место под названием текущее значение. И для того, чтобы вывести это текущее значение, вы могли, например, просто выполнить операцию, взять из памяти оттуда и остановиться. Операция взять из памяти приводила к тому, что у нас на экранчике получалось то, что мы взяли из памяти. Ну вот аналог калькулятора у нас в телефоне. Смотрите, если мы, например, введем такое уравнение там а плюс б умноженное на с, он выведет правильное решение, то есть он не будет выводить нам ответ до тех пор, пока мы не скажем равно. Понимаете? Если такой функции нет, то он сразу выведет а плюс б, у него не будет возможности умножить б на с изначально. Какой функции? Последовательность как раз. Да, мы уже ее ввели. Я вам уже успел сказать за это спасибо. Вот. Конечно, конечно. Единственное, что я так понимаю, что пример с настольным калькулятором скоро будет совершенно неактуален, потому что вряд ли кто из здесь присутствующих их часто видит. А то, что у нас в телефоне, оно уже и с переменами умеет работать. Это фактически интерпретатор специального языка программирования. Вот смотрите, могу запомнить какой-то выбор он будет всегда окончательный. И вот в случае, про который я говорю, нам нужно хранить целое уравнение. Не целое уравнение, в смысле целое выражение. Ага. Потому что смотрите, опять же, а плюс б умножить на с. Я хочу посчитать а плюс б умножить на с. Я сначала ввожу а плюс б, да, и он должен хранить целое выражение. Во, вот теперь, вот, вот, смотрите, а вот теперь, да, давайте все-таки отвлечемся от понятия калькулятора в телефоне, потому что, еще раз, калькулятор в телефоне это такой язык программирования. Давайте все-таки поднатужимся и вспомним, как выглядит настольный калькулятор. То есть там мы не рассматриваем тот вариант, что он должен сказать целое выражение. А что такое выражение? Ну, смотрите, еще раз, вот у нас есть опять не-не, определение дайте. Про а плюс б я уже слышал три раза. Смотрите, все очень просто. Наверное, я знаю, в чем дело, виноват я, я плохо нарисовал вот эту, вот эту, вот эту табличку. Там были, там были цифровые клавиши, рисовать их или вы знаете, как они выглядят? И там были операции плюс, минус, умножить, поделить и равно. Операции. Когда вы программируете на калькуляторе, ну, в смысле, пишете выражение на калькуляторе десктопном, не в телефоне, не являющимся интерпретаром языка программирования, то вы не пишете а плюс б равняется с, вы пишете 10 плюс 2 равно умножить, там, 3 умножить, да? Что это получается? Нет, умножить на 3, прошу прощения, да, я автоматически при... Понятно, то есть вы, а вы такого небось никогда и не видели. Не, я серьезно, это не для смеха. Знаете, вот у кассиров, у всяких в дешевых магазинах там такой калькулятор рядом лежит, никогда в него не тыкали в такое? Видимо, нет. Ну, на счетах это другое, на счетах это для этого... Во, во, вон он, видите, вот у человека есть такой, а вы его не видели никогда, вот изучите как-нибудь. Значит, спасибо за замечание, я понял, что пример стремительно устаревает, и скоро мне сначала придется объяснять, что такое калькулятор, а потом уже превращать его в компьютер. Вот, разумеется, нет, разумеется, он не умеет высчитывать произвольные выражения. Вот, на калькуляторе есть именно, что атомарные функции, и наша задача научить его выполнять что-то более, чем атомарные функции в том представлении, в котором у нас уже есть. Мы не можем взять и сказать, так, а теперь у нас калькулятор решает все задачи. И на этом успокоится. Да, вот, шаг номер один, калькулятор ничего не умеет, шаг номер два, калькулятор умеет все. Это было бы слишком просто. Да? Значит, соответственно, что происходит здесь? Да? Здесь происходит действие. Это, значит, ввод 10, и это, значит, что следующий оперант будет слагаемым, это ввод слагаемого, это вычисление. Это означает, что следующий оперант будет со множителем, это ввод со множителя, и, соответственно, это вычисление. Мы можем здесь поставить какие-то скобочки, вот так вот, да, чтобы, воображаемые, чтобы понять, что на самом деле происходит. Но это прямо отдельное нажатие на клавиши, это такие клавиши, понимаете, вот на нашем калькуляторе. Вот. Но даже его можно превратить в довольно бессмысленный, но работающий компьютер. Так что, когда мы говорим, что мы определяем последовательность выполнения команд, мы говорим немножко не то, что говорите вы, да? Мы не говорим, что мы обучаем наш калькулятор вычислять произвольное выражение. Это почти то же самое, что обучить наш калькулятор решать произвольную задачу. Почти. Вот. Но мы говорим, что мы определяем последовательность выполнения вот этих вот команд, которые теперь у нас можно закодировать. Где тут слово кодирование? Представление, да. И положить в память. Окей. Значит, надо чуть-чуть побыстрее, потому что иначе мы опять за сегодня не успеем кое-чего. У нас есть последовательность на условный оператор. Да, совершенно справедливо. Условный оператор. Оператор. Иначе понятно, что у нас не будет ничего с реальными алгоритмами связанного, все придется делать руками. Условный оператор, который, видимо, будет проверять свойства данных в той самой памяти, которую мы уже предусмотрели. Но остался один ход, и мы, наверное, можем смело говорить, что мы построили компьютер. Да, условный оператор и цикл. Мы с вами говорили, что условный оператор и цикл почти одно и то же. В случае, если у нас какой-то бесконечный вычислительный формализм, мы можем даже говорить, что это вообще одно и то же, но нет. Потому что из железяки бесконечный формализм не сделаешь. Надо бы подумать о том, как должен быть реализован этот условный оператор. Да, по всей видимости, опять-таки, воспроизводим то, что было в прошлый раз. По всей видимости, поскольку мы решили, что у нас команды лежат в памяти адресуемой. Самое простое решение это сделать так же, как мы говорили в прошлый раз. Ввести команды перехода. Команда перехода будет означать, что следующая команда, которую мы выполняем, берется из памяти не из соседней лечейки, а из какой-то вот другой, идет с тех пор выполнение. А команда условного перехода означает, что мы сначала проверим какое-то условие, а потом, в зависимости от результата этой проверки, либо выполним переход, либо не выполним его и будем продолжать дальше. И тогда у нас получится, что мы можем реализовать произвольный алгоритм, потому что оператор цикла это переход куда? Оператор цикла реализуется условным переходом, переходом назад, а оператор, как бы, просто ветвление, условным переходом куда-то вперед, за то место, которое мы хотим пропустить. Вот. Примерно так же рассуждали все, кто потом строил компьютеры. На наше счастье, мы не стали углубляться и пытаться изобрести, а как, собственно, закодировать операцию плюс. Мне кажется, что проще всего в калькуляторе было бы предусмотреть, чтобы в окошечке можно было выводить плюс. Нажали плюс, а он там появился. Нажали равно, а там появилось число, результат. Ну, как бы, вот. Ну, понятное дело, что в компьютерах такая фигня не проходит с первого раза. Поэтому, поэтому вот. Значит, базовая статья Википедии про сегодняшнюю тему, Instruction Set Architecture, покрывает даже больше того, что я успею вам рассказать. Поэтому, если кому-то просто сама тема интересна, вы тупо читаете Википедию, там написано нормально. Не сказать, что блестяще, но нормально, я ее читал. Смотрите, давайте вспоминать принципы фон Неймана. Во-первых, память у нас состоит из машинных слов. Во-вторых, кодирование у нас бинарное, двоичное. Мы не пытаемся, как в случае калькулятора, рисовать плюсики или еще что-то. Это вопрос исключительно ввода-вывода. Кодирование у нас бинарное. В-третьих, память у нас адресуемая. Машины и слова нумеруются. В-четвертых, в этой памяти могут храниться как числа. Как хранятся числа, вам объясняли, я думаю. Дополнительный код все помнят? Не было ни у кого ощущения, что это какая-то странная, бессмысленная штука, дополнительный код, что так на самом деле числа хранить не надо. Не было или было. Дополнительный код? Легко. Смотрите, вот у нас есть число. Давайте, кто-нибудь мне продиктует число 19 в двоичном визе. Я записываю. С какой стороны писать? С левой или справа? Нет. С правой. С правой. 1, 1. Нет, там 1, 1. Какой 1, 1? Да? 19. 16 плюс 3. 16 плюс 3. Значит, 1, 1, да. 1, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0. И дальше столько, сколько у нас размер машинного слова, machine word. Если у нас 1 байт, например, то их 8 битов. То есть 8. 1, 2, 3, 4, 5. А, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если у нас машинное слово 16 битов, значит их 16. Если 32, то 32. Ну, понятно. Значит, мы хотим изобрести такое представление отрицательных чисел, чтобы с ними удобнее всего было работать. Как правило, первая идея приходит в голову. Давайте мы вот так вот обрежем. Вот здесь будет храниться знак. А вот здесь, значит, типа модуль. Это неудобно. Лучше сначала. Это и есть начало. Это вот младший бит, а это старший бит. Вот. На самом деле есть способ лучше. И судя по тому, что вы просите про это рассказать, видимо, не всем этот способ известен. Давайте возьмем и вычтем 19 из 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Минус. 1, 2, 3, 4, 1, 0. Что-то я, по-моему, про... А, понятно, да. 1, 0, 0, 1, 1. Вот так, да? Да. Давайте вычитать. 0 минус 1, 1. 1 минус 1, 0. 1 минус 0, да? 1, 0 минус 0, 0. 0 минус 1, 1. 1, 1, 1. Ну, разве это хорошее представление? Это отличное представление. Сейчас покажу, почему. Для начала давайте проверим, что я не ошибся. Это 2. Мне кажется, ошибся, вы знаете. Еще раз давайте. 0 минус 1, 1. Ну, 1 минус 1, 0. А, тут занимать не надо было. Тут занимать не надо было. Вот так, да? Это должно быть... Блин. Извините. Так, еще раз. Смотрите, я отсюда занял, здесь у меня уже единица. Вот тут... А, и отсюда занял, да? Тогда тоже тоже единица. И отсюда тогда занял. Не должно оно заканчиваться на 0, 0. Ага. Так, все. Давайте еще раз и не тормозить. Давайте. Кто умеет вычитать в столбик? Отлично, диктуйте. Один. Один. Ноль. Не, погодите, занимаем. Да? Ноль. Не занимаем. Не, почему это? Не занимаем. Один минус один. Ну, разумеется, занимаем. Кто там говорил, что умеет вычитать в столбик? Миша. Он спрятался. Да. Вот. Вот. И вот здесь, вот это правильно. Это 2 плюс 16. Да, вот. Спасибо. Отлично. Мы изучили арифметику. Как это? Если бы книги по арифметике писали программисты, они бы писали так. Это 1 зайчик и это 1 зайчик. 1 зайчик плюс 1 зайчик – это 2 зайчика. Отлично. Вы учили арифметику, возьмите вот этот интеграл. Так вот, спасибо всем. Значит, у нас получилось некоторое число, и мы нарекаем это число минус 19. Значит, теперь, как говорил, удав слоненку, первая выгода. Что будет, если это число сложить с 19? Мы получим 0. Что будет, если это число сложить с 20? Давайте попробуем. 20 – это у нас 0, 0. По-моему, мы ошиблись. Очень может быть. 1, 0, 1, 0, 0. Да? Да. По-моему, мы ошиблись. Я ошибся. А, нет, почему? 1 плюс 0 – 0. 1 плюс 0 – 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Это все переносы. И вот тут вот 1 еще где-то. Потому что его нету. Наше минус 19 равно 237. А с ним что делать? Вот, вот я об этом отраспозит. Что-что? Я говорю, что это не очень хорошо представляет, потому что оно все-таки равно какому-то другому неотретяльному числу. Смотрите, а вот тут мы должны сначала договориться. У нас вот это место значащее или незначащее. Если это число беззнаковое, то все 8 битов у нас отвечают за представление числа. И тогда диапазон этого числа от 0 до 255. Если это число знаковое, то мы не можем впихнуть в него больше 256 различных значений. Просто некоторые из них будут отрицательные, верно? А это в свою очередь означает, что мы можем каким-то образом договориться, какие из этих значений положительные, какие отрицательные. Как вы совершенно правильно заметили, только наше представление о том, знаковое это число или нет, и больше ничего. Только наше, как это сказать, желание его интерпретировать как знаковое или как беззнаковое влияет на то, чему оно равно. Почему? Потому что если мы считаем, что оно знаковое, то это число минус 19, а если беззнаковое, то это число 237. Нет, не входит. Если мы говорим, что число знаковое, диапазон от минус 128 до 127. А, вот в этой 9? Хорошо, будет 8. Это всегда бывает. Ошибочки случаются, карты не стеклянные. Так лучше? Ну вот. Еще раз. Слушай, нетрудно догадаться, что если у нас 8 двоичных цифр, то с их помощью мы можем изобразить число не больше, чем 2 в восьмой. От нуля до 2 восьмой минус 1. Но интерпретация этих чисел как знаковое или беззнаковое лежит исключительно на нашей совести, и вот мы договорились это считать таким образом. Обратите внимание на то, что любое отрицательное число будет иметь восьмой бит, седьмой бит равный единице, если считать вот этот нулевым. А любое положительное число будет иметь седьмой бит равный нулю. То есть положительное число от отрицательного мы можем отличить, проверя всего один провод. Смотрите, значит, принципиальная разница стоит в том, что нам вообще все равно, какого знака эти числа, когда мы их складываем или вычитаем. Мы, у нас алгоритм совершенно одинаковый. Просто в какой-то момент происходит что-то вроде переполнения, вот как здесь. Видите, мы вышли из положительного числа положительное, получили что-то. И у нас на самом деле вот сюда вот вынеслась еще одна единичка, которую мы не заметили. Потому что она больше не влезает в наши восемь бит. То же самое, если мы возьмем и сложим два числа, и одно будет положительное, другое отрицательное, и внезапно получится число положительное. Вот у нас, смотрите, 1 плюс 0, 1, 0 плюс 0, 0, 1 плюс 1, это 10, перенесли сюда единичку. И эта единичка, плюс 1, плюс 1, плюс 0, это 10, перенесли сюда единичку. 1 плюс 0, плюс 1, 10, 10, 10, и она опять сюда приехала, единичка. А здесь получились нули. То есть, да. А когда мы берем положительное число, и складываем оно с отрицательными, и должно получиться... Ну, как мы работаем со знаками? Никак. Никак. В этом смысл этой конструкции. Мы работаем просто с числами, и они просто складываются, и просто вычитаются. Единственная ситуация, которая должна нас волновать, это когда мы, например, сложили два отрицательных числа, а получили положительные. Что это означает? Это означает, что у нас вот эта единичка вылетела, но не статным путем. Она вылетела потому, что мы хотели получить еще более отрицательное число, но нет, оно не влезло. А можно сейчас, может, торможу еще раз этот алгоритм? Никакого алгоритма состоит в том, что никакого, как говорил Папа Пандепо, никакого секретного ингредиента нет. Мы просто вычитаем из нуля то число отрицательное, отрицание которого хотим получить. Мы все равно отсекаем, но вот, еще раз, к какому правилу мы отсекаем? Мы ничего не отсекаем. Сверх 7 всегда 7 знаков, если становится 8, то 8 всегда 8. Нет, всегда всегда 8 знаков. 8? Если становится 9, вот этот вот пунктир проведен только для того, чтобы показать, что при такой модели у всех отрицательных чисел будет единичка в знаковом бите, а у всех положительных будет нолик. Вот и все. Вау. Не рассчитывал на это потратить столько времени, честное слово. Но, поскольку формат представления данных у нас будет тема там когда-нибудь, мы как бы просто прошли немножко другую тему. Давайте все-таки вернемся к представлению о системе команд, да, об архитектуре. Кстати сказать, чтобы было понятно. Тем самым мы договорились, что храним мы числа в нашем компьютере в двоичном виде, хотя, быть может, символьное хранение или троичная арифметика была бы более выгодной. Но нет, мы вот договорились вот так. И договорились, кстати, сказать о дополнительном коде. Да, я де боль там скажу, во всех компьютерах они так изображаются, потому что это реально удобно, чем что-то другое. Что у нас там? Возникает вопрос. Ну окей, в случае, в случае калькулятора у нас каждая кнопочка означала отдельное действие. В случае, когда мы хотим изобрести архитектуру, мы хотим, чтобы в одной ячейке была целая команда. Ну, допустим, вот, нет, не сюда. Вот у нас хранится команда. Например, это команда сложения. Ну, допустим. Как эту команду сложения запихать в одно машинное слово, пока мы не говорим, какого размера это машинное слово? Что в закодированном визе, в виде, так сказать, битиков, должно в этой закодированной команде присутствовать? Правильно, номер команды. То, что называется апкод. Совершенно справедливо. Апкод. Апкод. Ну, допустим, не знаю, у нас, вот, я когда учился, мы изучали специальную модельную машину, в которой, я думал, что она модельная, в ней было всего 16 команд. Вот. Оказалось, что нет, что она существует. Вот. Одна из, как я до сих пор помню, что команда сложения была 0,1. Ну, хорошо. Значит, останова. Идея стоит в том, что если вы налетаете на пустую память, заполненную нулями, при вычислении, все сразу останавливается, потому что апкод 0,0 это останова. Хорошо, но пускай, ну, допустим, 0,1, это сложение. Что еще? Нет, минуточку. Понятно, что мы их перенумировали. Что в этой ячейке еще должно храниться? Значок команды и число. Так, насчет знака команды пока опустим, вы правы, но, вот. А еще то, что мы складываем, да? Приоритетность. Что-что? Приоритетность. Нет, смотрите, приоритетность мы определяем при реализации. И никакой приоритетности нету именно потому, что наш вот так устроенный компьютер никаких формул не вычисляет, он вычисляет только одно сложение. Да, да, так что вот для него приоритетность является та команда, которая вычисляет. Окей, значит, помимо самого обкода должны быть еще операнды. А чего, с чем мы складываем? Ну, следующий, мы можем просто, да, следующий через 100 раз. Это будет неэффективно, потому что… Нет, предыдущий ответ. Вы же последовательное видео. Вау, вы изобретаете это самое, безадресную архитектуру. Клево. Сейчас мы про нее поговорим тоже, но… Не, 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 это правда клево. Смотрите, вот, видите, вот сейчас мы будем… Ой, это ошибочка. Тут было слово адресность, но тут вкралась очепятка шаловливой ручонки моей. Значит, смотрите. Короче говоря, у операции сложения, скорее всего, какое-то количество операндов. Ну, как минимум два слагаемых, а еще, возможно, и место, куда положить результат. Помните, у нас же теперь появилась память, мы не просто что-то складываем с чем-то. Мы что-то берем откуда-то, складываем с чем-то взятым откуда-то, и результат засовываем куда-то. Соответственно, у команды сложения может быть три операнды, а может не быть вообще. Я вот к чему. Вот. Ну, короче, до вашей модели мы доберемся, она последняя. Возможно, тут у сложения три операнды. Если мы, сейчас, ну что-то, какое-то число, плюс число, ну, вред, число из памяти, да? Не знаю, там. А, Б, С. Слагаемое. Адрес слагаемого. Слагаемого. Это тоже адрес слагаемого. А это адрес результата. То есть, команда нашего плюса состоит из цифры 0, 1, а потом адреса... А потом три адреса. Откуда взять первый операнд, откуда второй, куда поместить результат. А можно спросить, как мы закодируем адреса ячеек, чтобы они вмещались в длину одного нашего плюса? Да вы просто мои мысли читаете. Мы сейчас дойдем до этой проблемы и посмотрим, как эта проблема решается. В частности, вот тут предложили вообще сделать безадресную архитектуру. Вот. Такое тоже возможно. Когда мы говорим, а теперь сложи, а теперь вычти. Да. Окей, значит, мы договорились, что у нас в команде будет обкод, и это, собственно, сама команда, и какие-то операнды, которые будут представлять собой адреса. Примерно так же будет условно, например, команды условного перехода. Да, ну, допустим, вот какой-нибудь там, не знаю, 21, не знаю, 23. Да. А, если а меньше б, то перейти по адресу адрес. Да, вот как-то так. Опять-таки, обкод, первый адрес, второй адрес, третий адрес. Вот эти два адреса, это адреса данных, а вот этот адрес, это куда перейти, это адрес, соответственно, команды. Такой типичный условный переход. И вот здесь вот, интересный вариант. Вот здесь я могу ответить на ваш вопрос. Допустим, если мы переходим не на абсолютный адрес, вот такой вот в памяти, а, скажем, на 100 команд вперед, то здесь будет написано просто плюс 100. И это может поместиться в наше машинное слово. Или, допустим, назад. Здесь будет написано минус там 40. Вот. Такой режим адресации называется относительный. Мы пишем адрес, который не определяет полностью, вот он не равен вот этому числу. А, допустим, если эта команда лежала вот здесь, и здесь написано плюс 100, да, вот здесь написано плюс 100, то переход осуществляется на ячейку, начиная с данного адреса, плюс 100. Если бы мы использовали абсолютную адресацию, нам бы пришлось положить целиком адрес туна. Если мы используем относительную адресацию, мы кладем туда смещение. Какие еще есть варианты, что можно положить в качестве операнда вот в нашу ячейку? Сейчас мы говорим, что мы кладем туда адреса. Что еще можно туда положить? Как это? Более примитивный способ. Само число, совершенно справедливо. Это называется непосредственная адресация. Когда мы, собственно, никакой адресации нету. Если мы уберем и пишем тут вот 3, хотим прибавить 3, вот. Чтобы быть точным, мы все это пихаем с плюсом, мы все запихали в одну ячейку, не адреса, не адреса, не адреса, не адреса. Все в одно. Да. Сейчас мы поговорим об этом, почему это получается или почему это не получается. Собственно, прямо сейчас. А, нет. Вот здесь вот. Есть на самом деле еще одна извращенная форма, которую мы будем изучать, но которую неподготовленным слушателям, как это сказать, вызывает некоторое удивление. Нельзя положить там плюс, а потом все там, условно, следующая ячейка это адрес, следующая ячейка адрес, следующая ячейка адрес результата. Зачем нам вообще это хранить? Чтобы это выполнять? Так мы можем сразу хранить, ну хорошо, мы можем хранить 3 ячейки. Вывод, ввод и операцию. Так. Ну, смотри. А все остальное где хранить? Зачем нам остальное? Программа. У нас же стек. Во, 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 вы продолжаете изобретать стеккую машину, дойдем до нее, потерпите, пожалуйста. Отлично. Да, нет, нет, шикарно. Мне очень нравится ваша мысль. Вот. Но сейчас никакого стека нету. У нас есть адресуемая память. Мы про стек не договаривались. Внимание. Отвлекитесь, пожалуйста. Нету никакого стека. Мы про него не договаривались. Это адресуемая память. Память, у которой есть адреса. У нас нет такой штуки, что мы положили в стек очередной элемент, и внезапно нулевым элементом стал, который мы положили, а тот, который раньше был нулевым, стал внезапно первым, ну и так дальше. Адреса фиксированные. По каждому адресу лежит нужное значение. Мы об этом договорились, когда делали калькулятор. Мы об этом договоримся, когда делаем сейчас компьютер. Да. Смотрите, я хотел что-то предложить. Вот вы говорили бы относительно адресацию, да? Если у нас ячейка памяти, которая доступ необходима, лежит очень далеко, что мы не можем относительно адресацию использовать, что она как-то неизвестится, мы можем тогда положить вот этот адрес в ячейку следующую и относительно адресацию записать на следующую ячейку. Вот вы сейчас изобрели очень остроумную штуку, которая была реализована в середине 70-х годов в архитектуре компьютеров, которая называлась PDP. Вот я на этом довольно много программировал, по-моему, за 10 лет. И там ровно так было сделано, как вы сказали. Мы говорим, ничего не знаю, но вот, пожалуйста, аргумент лежит в следующей ячейке. Вот. Правда, там это было сделать слегка более хитрым способом, о котором я прямо сейчас собирался рассказать, так что все хорошо. А именно, этот способ называется косвенной адресацией, когда у вас, да, когда у вас лежит адрес адреса. Вот. И вот тут мы подошли к тому вопросу, который вы задавали. Вы задавали, вы задавали, да. Если наша команда состоит... Сколько у нас вообще ячейк памяти? Ну, не знаю, миллион. Ну, кажется, много. Если у нас их миллион, сколько будет занимать битов номер ячейки? Долгополив по основанию 2 от миллиона, это, в общем, что-то типа... Так, бы мы... Ну, да, типа порядка 20 битов, да. Или наоборот, ну, нет, не 15, ничего. Ну, короче, много. Если мы сейчас на голубом глазу скажем, что наша операция состоит из одного обкода и трех таких адресов, размер одной ячейки будет, ну, такой нехилый. Вот. Что делать? Давайте попробуем изобрести не трехадресную, как мы сейчас придумали архитектуру, а двухадресную. Ну, смотрите, в конце концов, от чего мы пострадаем? Подумаешь, проблема, вместо того, чтобы написать... Давайте я вот это сотру, калькулятор этот наш. Вместо того, чтобы написать в одной команде написать а плюс b равняется c, да, мы можем сделать что-нибудь такое. А равняется... Ну, не так. Как там в c пишется? Плюс равно b, да? Все же соучили c плюс плюс, да? Вот эта нотация вам знакома. Вместо операции сложения с тремя операндами сделаем операцию добавления. При этом, чем мы рискуем? Если мы хотим результат поместить в c, а а не хотим менять, нам придется написать что-нибудь типа такое. c равняется а сначала, а потом а плюс равно b. Это будет два разных операция. Это будет операция пересылки, там какая-нибудь 10, это пересылка, move. А это вот там 0.1, это add. Здесь адрес c, c, здесь адрес а, здесь опять же адрес а, а здесь адрес b. Вот. То есть у нас операция из атомарной превратилась в составную. Ну, вместо того, чтобы просто прибавить а к b и поместить в c, нам пришлось сначала c переместить в а, потом прибавить. Ну, кстати, не в а, в b, наверное, да? Ну, не важно. Нет, все правильно. Вот. Но если вы когда-нибудь такого рода планированием вычислений занимались, а мы с вами будем это делать, вы увидите, что большинство операций, особенно внутри, когда вы вычисляете выражение вот таким способом, большинство операций имеет вот такой вид. Когда вы, грубо говоря, кодируете в машинных кодах выражение, которое вычисляет скобочно-арифметическое выражение, больше половины того, что вы делаете, будут операцией добавления к чему-то, домножения на что-то, ну и так далее. А не сложить и положить куда-то еще. В этом смысле двухадресная архитектура, она, как это сказать, во-первых, компактнее, и во-вторых, на самом деле, на свете полным-полно операций, для которых двух, трех операндов не нужно. Вот. Я просто привел типичные примеры трехадресных операций. На самом деле, есть много двухадресных операций, даже одноадресных, даже безадресных, операции остановы. Что ей нужно? Просто взять и остановиться. Вот. Или операция безусловного перехода. Очевидная одноадресная операция. Перейти вот туда. Все. Вот. Но на самом деле, главное, что страдает двухадресная архитектура, это команда условного перехода. Причем они страдают реально. Смотрите, что мы в трехадресной архитектуре, как мы это придумали? Мы говорим, сравнить А с Б, не важно, больше, меньше, там, не важно что. Короче, произвести какое-то вычисление, какое-то сравнение между двумя выражениями. И по результатам перейти на какой-то адрес, ну или не переходить, в случае, если сравнение ложное. Как мы будем реализовывать это в случае, если наша архитектура двухадресная? Ваше предложение. Да, значит, во-первых, есть отдельная операция сравнения. Вот у нас там, не знаю, 31, А, как это, меньше равно Б, да? Ну в том смысле, что А равняется А меньше Б. Или там, ну что-то в этом духе. Сравнили. Дальше что? А дальше? А может, а потом переменные? Вот. Дальше получается следующее. Дальше получается такая штука, что либо мы портим содержимое переменной А, что вообще говоря нехорошо. Предполагается, что в результате сравнения никакой порчи не происходит, это нелогично. Либо же, ладно, мы соглашаемся, скрипя сердце, что А у нас теперь true или false. и у нас будет простой условный оператор, что-то типа такого А меньше нуля или там не равно нулю и дальше адрес. Так, со мной буквой Д. По-русски она пишется B. Вот. Значит, поскольку это ноль, его мы не пишем, да, у нас есть специальная операция сравнить с нулем и дальше перейти по какому-то адресу. Но проблема состоит в том, что мы убили содержимое переменной А. Куда? У нас операция двухадресная. То есть, либо мы должны смириться с тем, что операция сравнения, так же, как операция, допустим, сложения, превращаясь в двухадресные, один из операндов становится приемником и портится, или мы должны пойти на какие-то, ну, фантазии. Давайте мы пойдем на фантазии. Просто нам это то же самое, что произошло в добавлении сначала сюда и с А. А мы не сможем это, а-а-а-а, я понял вас. Вы хотите, что сделать, написать вот так вот, да? Вы хотите написать С равняется А, вот здесь вот С и вот здесь вот С. Ну да, когда у нас будет С. Да, есть такой вариант, да. Правда, это будет страшно неэффективно в том смысле, что одну обычную операцию сравнения мы заменили аж тремя операциями, да? Тут была одна операция, тут их три. Большинство архитектур, но не та, которую мы будем сейчас проходить, не МИПС, придумали специальное место под названием регистр флагов. Регистр флагов флагов. Это такая штука, в которой запоминаются вот эти самые результаты сравнений. То есть, в случае, в случае, если мы используем архитектуру, в которой, двухадресную архитектуру, в которой есть регистр флагов, картинка выглядит так. Вот у нас есть какое-то место, и это называется флаги. Кстати, флаги, мы тоже будем, мы их увидим в процессе курса, там в одном месте они используются, но специально. И мы говорим, А меньше Б. На этом, собственно, операция сравнения заканчивается. И сюда, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, приезжает значение true или false. Это флаг, 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 какой-то там, меньше. И мы тогда радостно говорим, если меньше, тогда перейти на адрес. Вот. Мы ввели дополнительную сущность для того, чтобы хранить промежуточный результат операции сравнения. Это в каком-то смысле удобно, потому что там можно сразу хранить и было ли оно равно нулю, и было ли оно меньше, и произошло ли приполнение, еще всякие штуки можно хранить в этих самых флагах, их там больше одного. Вот. Но атомарность операции сравнения перехода, условного перехода, она таким образом убивается. Давайте поговорим о еще одной проблеме, которая для нас с вами совершенно не очевидна, и пока мы не не залезаем глубоко в подложку, в схемотехнику, и не будет очевидно. Вот в тех двух книжках, больших-больших, вот таких, которых, я кажется, так и не написал, где читать, там как раз разбор того, как устроен процессор, как его формировать, идет именно с самого низа, с проводов, с ключей, со всего остального. Проблема вот какая. Дело в том, что оперативная память, вот эта вот, самая большая, это реально медленное устройство. Поскольку в ней миллион ячеек, а может миллиард, а может триллион, не знаю, много, нет простой возможности сказать, хочу миллионную ячейку, и пожалуйста, мне, как бы, так сказать, немедленно выдай ее значение. В действительности доступ к памяти происходит, во-первых, не за одну, не за один присест, а эдак за пять мы сначала говорим устройство, вот по этому адресу читай, устройство берет этот адрес и, значит, пробивает его по своему, по своей линейке памяти, получает у себя там внутри результат и потом только возвращает его нам этот результат. Во-первых, операция чтения из памяти, она довольно долгая именно в силу реализации, потому что это внешнее, а во-вторых, поскольку это внешнее устройство, на самом деле оно гораздо медленнее, чем наш процессор. Современная память как бы работает куда меньше частоте, чем процессор. Это означает, что операции, не требующих работы с памяти, за то время вообще, пока нам придет ответ, хочу ячейку номер 3 миллиона, операции, не требующих работы с памяти, за это время можно сделать несколько тысяч, ну или сотен, или десятков, много. поэтому считается, что каждая пересылка из памяти и пересылка в память это операция очень медленная и хотелось бы иметь какие-то быстрые, быстрые такие вот штуки, быстрые ячейки, которые бы не требовали такого долгого обращения к ним и вообще можно было к ним обратиться безо всякого, сначала выставить адрес, потом дернуть контроллер памяти, потом дождаться ответа, потом взять этот ответ куда-то положить, вот без этого всего. Это во-первых. Ну и во-вторых, как было сказано с самого начала и не только мной, если у нас адресов очень много, машинное слово, в которое включает в себя три целых адреса, будет очень огромным. Для решения этих двух проблем придумали такую штуку, которая называется регистр, куда бы его вписать. Давайте я просто напишу его вот сюда. Вот. Регистр. Регистр это нумеровные ячейки памяти, коих у вас в процессоре совсем-совсем немножко. В МИПС их 32 штуки. Регистр. То есть 32 штуки, значит, сколько битов на адрес у нас идет? Чтые. 32 штуки. 32 штуки. 5 битов. Вот. 6. 6. Вот. 6 битов. Вот это правильный ответ. Что, в общем, сильно разница с ситуацией, когда у нас гигабайт памяти, да? Адрес занимает всего 6 битов. Их мало. Адрес. 32 их. 32. Почему я сказал? Кто сказал 34? Кто тут навел то самое? Я сказал 32. То есть все-таки 2 в 5, да? Ну хорошо, значит 5 битов. Все легко. Еще меньше. Мне кажется, так даже лучше, если меньше. Вот. Короче, их мало. Короткий адрес. Адрес. И очень быстрая работа. Регистры, в отличие от оперативной памяти, располагаются непосредственно на процессоре, и обращение к ним занимает очень-очень быстро. То есть, ну как бы, вот сколько у нас? 32 разряда регистров. Окей, положим 32 провода там, вот, ну, условных проводов, потому что в процессоре давно никаких проводов нет. Внутри процессора, и по одному запросу получим сразу число из регистров. Быстрая работа. Вот. Значит, тем самым мы решим сразу две проблемы. Проблема длинного машинного слова, если мы договорились о том, что машинное слово все-таки у нас, все-таки у нас, не так, что система команд у нас все-таки трехадресная. И вот, да? То есть, надо три адреса запихать. Пускай это будет три регистры. Вот. Я хочу посмотреть, что я еще успею за сегодня. Так, мы об этом поговорили. Ну, собственно, вот. Правда, в случае регистров возникает такая интересная штука. Планирование вычислений становится, ну, таким забавным спортом. Представьте, что у вас вот такая вот формула. в ней там есть какие-то числа, какие-то А, Б, С, чего-то такое, много. И вы пытаетесь эту формулу разложить на элементарной операции, что с чем сравнить, куда положить, вот это все. Если мы говорим, что нет, ребята, смотрите, память, устройство медленная, вы сначала загружаете значения из памяти в регистр, а все арифметические операции выполняете на регистре. то в какой-то момент они у вас закончатся, регистры. Вот я это вам гарантирую, потому что вот в том курсе, который у нас будет, планирование регистров это то, чем вы будете заниматься время от времени. Вот. То есть вместо того, чтобы тупо писать, взять ячейку номер такую-то, сложить ее с ячейкой номер такой-то и положить ячейку номер такой-то, вы думаете, так, вот здесь вот на середине реализации этой формулы пора уже, значит, из вот той ячейки прочитать значение, потому что сейчас надо будет на него домножать. А потом домножить и этот регистр использовать для чего-нибудь другого. Вот. То есть, когда у вас мало, их мало, когда у вас мало ячейки памяти, вам приходится танцевать с большими вычислениями по поводу того, как именно эти ячейки использовать. Понятное дело, что можно попробовать сделать регистров очень много, но тогда они будут а медленные и б, их адрес будет занимать много места. В общем, нужно какой-то оптимум. Кстати, в современных архитектурах их побольше. Так, надо думать, что AMD 64, их 64 штуки. Вот. Но все равно вот такое число. из всего здесь описанного мы не поговорили про безадресную стековую машину, которую тут настойчиво предлагали, и про одноадресную. Давайте сначала поговорим про одноадресную. Как может выглядеть вообще логика вычислений, если в каждой вашей команде есть только один обкод и один адрес? Почти наверняка есть какой-то регистр, причем этот регистр по умолчанию здесь не указывается, тот, кого нельзя называть, который всегда является вторым операндом, но у вас не бывает сложения из одного оперантора, это как хлопок одной ладонью. Хотя, да, хотя, умею, да, вот, и все захлопали одной ладонью. Хлопаем одной ладонью, отдыхаем. Хорошо, окей, значит, хлопок одной ладонью бывает, а вот сложения из одного операнта не бывает. Поэтому почти наверняка существует еще воображаемый друг под названием регистр-аккумулятор. вот, аккумулятор всегда присутствует в качестве того места, куда попадает результат. Ну, скажем, сложить, вот, если бы написали, что типа сложить двумя, то на самом деле это аккумулятор равняется аккумулятор плюс два. Вот. Старые-старые бытовые компьютеры игровые, восьмибитные, некоторые из них были как раз вот такими одноадресными с использованием аккумулятора. Вот. Если подумать, то, ну, понятно, чем меньше у вас операндов здесь, тем чаще вы используете операции пересылки. Загрузить что-то на этот самый, на аккумулятор, сложить что-то, немедленно выгрузить. Загрузить что-то на аккумулятор, помножить, немедленно выгрузить. Загрузить что-то, помножить на то, на что вы сложили, немедленно выгрузить. То есть в одноадресной архитектуре большая часть операций, не больше, но множество операций приходит на загрузку и выгрузку из памяти. Вот. Потому что вы уже не можете, как в случае двух или даже и тем более трех адресной, все делать на регистрах. Регистр у вас вообще один. Вот этот аккумулятор. Зато такой одноадресный обкод, он очень маленький, в 8 бит можно запихать. Машинное слово размером 8 бит. Вот. И очень примитивный, там как бы схемотехника очень простая. Ну наконец-то мы дошли до безадресной стековой машины. Смотрите. Мы можем себе вообразить ситуацию внезапно, когда эту ситуацию, кстати сказать, мы видели, когда мы рисовали калькулятор. Только калькулятор у нас был такой привычный нам, а вот если бы у нас калькулятор работал в польской инверсной записи, помните, да? Оперант-оперант-команда, оперант-оперант-команда, то мы бы получили ровную ситуацию, когда каждая команда состоит ровно из одной сущности. Это либо команда, либо число. И никаких адресов. Да? То есть выглядело это примерно так. Что-то типа 2, 3, плюс, 5, минус, 8, делить, ну и так дальше. Так, устали. Мы уже хлопали одной ладонью. Мне кажется, ну, соберитесь, еще немножко осталось. Вопроса не было. Вопросы не усталили все. Подождите, а почему у вас плюс 3, минус 5, делить на 8. Смотрите, как работает стековая машина. Мы сначала загоняем в стек двойку, и у нас в стеке двойка. Потом загоняем туда тройку, и у нас тройка и двойка. Потом мы загоняем плюс, да? И получается 2 плюс 3, 5. И чтобы было сразу через один делать, может просто изначально принять там 0. И чтобы от этого изменилось. Вот. Получилось 5, да? Загнали туда 5, получилось 5, 5. Загнали минус, получился 0. Загнали 8, получилось 0 и 8. Загнали делить. И тут интересно, кто из кого, кто на кого делится. 8 на 0 или 0 на 8? 0 на 8, конечно. Получили 0. Вот. Понятное дело, что одним стеком нам обойтись нельзя. Потому что нам придется вводить, например, операции доступа к, допустим, там, минус первому, минус второму. Короче, к ненулевому элементу стека. И вот этот поток вводимых чисел нам все равно надо где-то хранить. Откуда-то брать. Но в этом случае, поскольку все вычисление идет на стеке, и мы рассчитываем на то, что стек достаточно безразмерный. И достаточно быстро работает, примерно как регистр. В этом случае мы можем согласиться с тем, что у нас есть какая-то унылая оперативная память, которая работает в тысячу раз медленнее. Мы сначала оттуда все всосем, забьем стек и начнем там куролесить свои программы. Стековые машины существовали аппаратно. Это не фантазия некоторых здесь присутствующих, вроде меня. Но в силу того, что организация вычислений на стековой машине – это жесть. А если вы пишете на каком-нибудь языке программирования под эту стековую машину получившийся код, он все равно работает примерно так же, как и под любую другую. Для того, чтобы на таких вот эзотерических архитектурах писать эффективно, нужно уметь думать вот в такой форме. На сегодняшний день, кажется, в прямую стековых машин не существует. Осталось совсем чуть-чуть. Проблема состоит в том, что образ мышления, он ведь еще и на повседневные задачи накладывается. Те люди, которые вам ставят задачи, те люди, которые писали учебник по вычислительной математике, они тоже думали не вот так, а вот так. Понимаете? То есть, слишком много из реал лайфа очень плохо переводится на такой язык. Понимаете? Это я сказал, это я сказал, это я тоже сказал. О, вот это я не сказал. Отлично. Значит, у нас тогда следующая лекция будет про историю с примерами и всякими упражненьками. А последнее, что я успею сказать за сегодня, кажется, последнее. Есть еще один вариант, который никто, кажется, никто не предложил, но вполне возможно, что я просто заткнул человеку в рот. Вариант стоит в следующем. Ну, окей, у нас есть обкоды, у которых нет операндов. Есть обкоды, у которых один оперант. Есть обкоды, у которых два операнта. Есть обкоды, у которых три операнта. Почему бы нам не изобрести аппаратно такую штуку, которая сначала читает обкод. Вот у нас ячейки, вот у нас память. Давайте эту память радиознообразия не в столбик напишем, а в строчку. И выполнение программы будет выглядеть так. Прочитаем обкод. Маленький. Проанализируем его. В зависимости от того, какой это обкод, определим, какого размера пул операндов у него. Один, два, три, какого они размера. Прочитаем еще нужные операнды. И на этом закончим. Следующий шаг. Прочитаем обкод. Определим, какое количество операндов. Допустим, один. Прочитаем все операнды. На этом закончим. Следующий шаг. Ну и так дальше. Какие очевидные бонусы? Бонус ровно один. Мы можем упихать в вот так вот организованную память гораздо более плотно команды, особенно такие, которые требуют многих операндов. То есть, когда их много, у нас размер команды большой, когда их мало, размер команды маленький. К сожалению, аппарат на это реализуемо довольно тяжело, поэтому в действительности бывает так. Вот всем известная нам архитектура BMPC, пока имеет 32-разрядное точное. Кажется, 64-х тоже. Она, естественно, тут совершенно непроизвольный, может быть, размер этих самых команд. А один байт, два байта, три байта, четыре байта, пять байтов, шесть байтов. В байтах это меряется. Это первое. Но, тем не менее, понятно, что при аккуратном планировании системы команд мы можем сделать так, что вот такая запись будет очень плотная. То есть, мы не будем как бы вписывать лишний мусор, ничего не значащих данных. Например, если у нас операция требует только одного операнда, то в трехадресной архитектуре мы два других операнда просто забиваем мусор. Главный недостаток состоит в том, что физически интерпретация вот такого рода переменного размера команды это просто медленная штука. Мы должны сначала прочитать обкод, потом его поанализировать, потом принять решение, сколько еще нам не хватает данных, потом их прочесть, только после этого декодирование команды завершится. В случае линейной памяти мы просто читаем одно машинное слово и тут же ее декодируем. Есть еще всякие трюки хитрые, на которые у нас сейчас нет времени, которые позволяют даже делать это довольно быстро, декодирование. Ну, например, самый простой трюк декодировать три адреса параллельно. Почему бы и нет? Еще один интересный вопрос стоит в следующем. Допустим, мы смотрим в оперативную память куда-то вот сюда. И видим там какое-то число. Мы вообще говоря не можем даже однозначно определить, хотя мы и знаем, что это команда, что это за команда. Потому что у нас, если все машинные слова одинаковые, длинны, то мы знаем, где стоит up-код. А если они все разные, длинны, то вполне возможно, мы попали посередине нашей команды и читаем поле адреса. Да. Ну, смотрите. Вот это у нас, допустим, три байта. Это два байта. Это восемь байтов. Да? Вот это вот up-код. Ну, на самом деле здесь четыре. Ну, пускай будет четыре. Да? Вот здесь стоял up-код, а мы пытаемся прочесть вот отсюда. то есть это плохо, если мы не знаем размер команды. А их нету? Мы не можем узнать размер команды, не прочитав up-koda. Мы не можем догадаться, up-kod это или не up-kod, не зная, где начиналась эта команда. По-любому мы должны либо проинтерпретировать все от начала до конца, либо, ну, как-то вот, как-то так. Другое дело, что... Другое дело, что такая ситуация в реальной жизни очень редкая. Нам надо очень постараться попасть в случайное место в памяти и начать оттуда выполнять программу. Ну, понятно, да? Потому что, когда мы выполняем ее последовательно или когда мы выполняем операцию перехода, то мы переходим знаем куда. Вот. И мы знаем, откуда начинается. Ну, короче, вот. Ну, я бы сказал так. Я когда по молодости лет всякие программки пытался в бинарном, ну, как бы, бинарном виде читать. Короче, когда вы сами пытаетесь декодировать, когда вы работаете дизассемблером, когда вы работаете, там, не знаю, реверс-инжинирингом, вот тогда это начинает возникать проблема. Потому что, ну, вы же не знаете, вот этот кусок кода, он здесь начался или со следующего байта начался. Вот. Мне кажется, что на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте. У нас сейчас у половины группы... Нет, у одной из групп. У одной из групп сейчас семинар. Вот. Что мы на нем делать, не знаю будем, потому что я хотел показать... Ну, посмотрим на Марс. Вот, что мы будем делать. Будем смотреть на Марс. Вопросов нету, да? Давайте. Короче, не надо ничего. Запись не нужна. Спасибо. Спасибо.